А здесь я сегодня празднуют День города. Ей исполнилось 224 года. Кульминацией торжеств стало открытие Греческого парка на любимом месте туристов на склонах под Приморским бульваром. Как все происходило, расскажут наши корреспонденты. Греческий парк раскинулся на склонах в двух шагах от памятника Дюку де Решилье. Теперь спуститься с Приморского бульвара отсюда можно по двум широким мраморным лестницам. А дальше зона отдыха, многоуровневые террасы, газоны и тенистые аллеи. Работы профинансировал бизнесмен и меценат Пантелеймон Бумбарас. Я хочу поблагодарить всех, кто усиленно работал над строительством этого парка. И прежде всего, я очень горд, что управляет всей этой работой мой сын Василис. Работы длились два года. Чтобы укрепить склоны, которые находятся в оползневой зоне, строителям пришлось забурить более тысячи бетонных свай. Сегодня на открытии парка присутствовали мэр Пирей, дипломаты, а также министр иностранных дел Павел Клинкин. Одесса в свете одна. Она у нас в Украине одна. И до речи без греких не можно себе уявить Одессу. Грекская революция началась с Одессы. Кулись поехали будовать Израиль сам из Одессы. Я про Одессу учу. В Нью-Йорку, в Сингапуре, в Хайфе, всюду. Изюминкой греческого парка стал фонтан под названием «Начало-начал». В центре композиции с одной стороны женское лицо, с другой мужское. Автор Михаил Рева рассказывает, сделал все так, чтобы это место стало новой достопримечательностью Одессы. И первые посетители парка, похоже, с ним солидарны. Прекрасный парк, прекрасный подарок городу на день рождения. Еще шикарное одно место, где можно провести выходные с детьми и с семьей. Мероприятие в рамках Дня города в Одессе сегодня закончится. О фонде Бумбараса говорят, в следующем году откроют вторую очередь греческого парка. Здесь появится большая детская площадка, музей греческой культуры и новые прогулочные аллеи со смотровыми площадками. Анастасия Крылатая, Вячеслав Никифоров. Подробности телеканал Интер. Одесса.